Я первое место прочту. Это Христос, когда жил в то время, когда он служил еврейскому народу. Мы знаем, что Иисус про себя говорил, что я послан только овцам Дома Израильева, только, не язычникам, а только. И вот он говорил людям о своем подвиге в Голгофском кресте, что ему нужно будет пострадать и в третий день воскреснуть. И Иоанна 6-й пароль, из 51-го стиха, и Ниха так выборочно говорил в то время, друзья, «Я хлеб живой, шедший с небеси. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иисус же сказал им, кому, иудеям, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пищей, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Вот такие вот места, это два местописания. Он говорил тому народу, иудеям, но мы знаем, что на Голгофском кресте Иисус завершил именно два Отца и сказал, что свершилось, свершилось то искупление всего человечества, «Ибо Он послал меня из-за своей любви, чтобы дать жизнь всему человечеству». И слава Господу, что мы поняли это откровение и не применяем эту кровь для того, чтобы Бог сейчас у меня омыл, чтобы меня осветил. И мы до этого, нас учили, что надо освящаться, всегда освящаться, чтобы быть к этому, к святому причастию, прикоснуться, надо поститься, молиться, и чего только не было. Для того, чтобы прикоснуться, да это и есть действительно нам на понимание, что это уже есть освящение наше, которое мы уже получили. Оно в нас. Аминь. И Христос одно. Христос в нас проявление упования славы. И слава Господу, что Он дал нам эту заповедь через Павла, сказал нам, что «Ибо, Павел говорит, ибо я от самого Господа в духе, он видел видение, что принял то, что Иван хочу передать». Коринфянам пишет, что когда Иисус туночку давал бредом, взял хлеб и сказал «примите, идите сие из тела, за вас ломимая». Когда? Тогда, две тысячи лет назад. Иисия – кровь моя, которая в оставлении всех грехов. И это и есть наша пища. И мы что делаем? Мы и так ходим в здравие, провозглашая верою. Мы все верим в верою, в то, которое в нас, в нас. И вот, слава Господу, вчера такое давление было, но давление духовное. Ну, просто такое, как сказать, ну, внутри. Да коли, Господи, да коли мне терпеть это все, а? А с другой стороны, а я тебе, Сын, мой все дал. Аминь. Тех же партнеров, тех же, и Писание говорит, врагов даже, потому что для нас это будет главное, для нас это лучше, чтобы мы в мире жили. Да, ну, вот такая вот, и сразу же мысли, сразу давление. Ну, что разум? Ну, слава Господу, что мы имеем ум Христов, мы знаем, что он же так не просто на мысли давит, он давит и на определенные, на... хочет подкинуть симптомы. Старенький, ты стал уже, пора завязывать тебе, заниматься всяким бизнесом. Не-не-не-не, бизнес – это мечта для Бога, данная каждому из нас, и мы занимаемся для чего? Не для того, чтобы скопить и жить там, как бы, припевающе, ну, прихватив какую-то часть денег и разместив. Да нет, друзья, мы живем от Господа. И то, что он нам дает, он дает и откровение, куда разместить, чтобы было приумножение, для чего? Для проявления его славы. Слава Господу, что мы это принимаем, и мы, когда причастие принимаем, мы утверждаемся, что это уже в нас все. Аминь. И мы благодарим Господа, что он это сделал за нас на Голгофском кресте. Дал нам здоровье, дал нам жизнь, жизнь с избытком. И он дал нам откровение, что я вам даю эту власть наступать на всякую гражданскую силу. Аминь, друзья. Аминь. Аллилуйя. На этой неделе у нас, я ездила по ремонту машины, там заказали запчасти, она придет через две недели, но сказали, потихоньку ездите. И тут я поехала в другой район, и сильно ливень начался. Я спускаюсь, там спуск такой, в общем спуск и подъем. И посреди них мостик. Вы представьте, вода хлещет с одной и с другой, в этот мостик, то есть там набираешься вода, и едут машины туда-обратно. Одно дело, когда машина, этот джип, он повыше, другое дело, у нас седанчик маленький. И я смотрю, один человек там развернулся и уехал, а другие крут. Ну и там сзади меня уже машины, и мне бы развернуться, и туда вообще не соваться. Протом у меня машина-то подломанная. Ну я думаю, ну ладно, проеду. Я приехала, довольная такая, выехала, все нормально. А на следующий день моя машина по-другому заработала. Загудела, что-то там зашуршала, в общем, оборудование дает и так далее. Вот, и лишний раз понимаю, что вот толпа едет, ну у тебя жизнь свой есть, ну там да, нужно было бы там километров пять сделать круг. Ну для безопасности лучше это нужно было сделать, и спокойно бы две недели ездила на машине. И теперь только вот там на мусорку доехать, до станции со скоростью 10 километров в час, куда обратно, где-то может аварийку придется включать. И еще на ремонт машину, возможно, выкладок придется вызывать, везать, потому что далеко. И вот лишний раз понимаю, что ну не надо с толпой ехать куда-то, ну не надо. Ну было же побуждение, ну лень, ну тут же быстро, раз и все. Иногда нужно остановиться в терпении, как брат Юрий говорит, да, там терпение надо. Надо есть береженого пол-береженка. Я не знаю, что там у тех машин, которые тоже со мной проехали, на следующий день такие же поломки какие-то образовались. Потому что, когда я открыла капот, у меня все вблизи было, там столько воды, все залито было. Как я вообще там проехала и мыкла, не остановилась. Вот, это о том, что нужно думать головой своей, а не быть в толпе. Помните, как в ангидоте, да, там, медведь, волк, лиса упали вместе с лосем в яму. Говорит, слушайте, ну мы все тут хищники, я травоядный, давай мы сейчас съедим. Говорит, ну ладно, у меня там татуировка на попе, мама сделала, я никак узнать не могу. Там, посмотрите хоть, скажите, что он там написал. Они там толпились возле попы этого лося, смотрят, что же он, он как дал копытами, оттолкнулся от них, выскочил. Лиса с волком намертва, а у медведя зубы выпит. Ну они-то, ладно, а я-то куда полез, я же читать-то не умею. Вот и я-то даже за компания. На этой неделе у меня младший сын говорит, мама, у меня вот прыщи на лице, и я хочу избавиться от них. И я говорю, тебе нужна комплекс с кислотами, аминокислотами. Мама, купи мне этот комплекс, я буду обрабатывать. Я говорю, да, сама, конечно, куплю. Сама понимаю, что этот комплекс с кислотами, он стоит недешево и хорошее, если. Короче, тысяч 10 надо выхватить за этот комплекс. И когда-то я в инстаграме видела как раз рекламу хорошего корейского набора, там, с сосной, что-то там вытяжка из сосны, именно для такой проблемной кожи. И я ляпну, да, я ему ляпну, да, сынок, я тебе куплю. И вы, господи, помилуй. И вы знаете, здесь же у меня дочь говорит, мама, поехали со мной завтра, она кафе открывается. И я там сделаю съемку, и мне подарят набор косметики на 10 тысяч. Я поехала вместе с ней. И знаете, именно такой набор, который я хотела, и примерно 10 тысяч он стоит. И, в общем, сама хозяйка нам рекламировала, давала тестеры. Нам подарили именно этот набор. Еще и мне там крем-лица. Знаете, Бог настолько быстро. Вы только сказали, да, он его тогда как раз и подкрепляет. Да я уже все приготовила для вас. Потом через дочь. И я приезжаю, все ручаю. Вот мы две уже тебе купили. Все, он довольный такой. Все, мама сказала, мама быстро ради него что-то сделала. Это не мама сделала, это Господь через целую шахматную партию провернул. Да, мама просто ляпнула ему. Я уже так сказала ему, думаю, так сейчас купила у меня. Мама, когда купишь, я говорю, куплю, сынок, сейчас там еще что-то. И ты в ожидании думаешь, когда же я ему это все куплю. Бог, и все уже усмотрел. Да, и поэтому дерзаем, идем верою, говорим, провозглашаем веры, даже обещаем. Вчера молилась тоже за сестренку, за Сюзи. И я говорю, что вижу тебя на море отдыхающий, под шезлонгом. Говорю, выходи сейчас на улицу, садись на стульчик и представляешь, что ты уже там, на море. А вот там у меня разные обстоятельства. Да, сейчас вывелся на Москву, я в шезлонге на море хочу. Я говорю, все, давай, освобождаем, будешь на море. Какое счастье доверять Господу. Иногда он смотрит, что ты в том-то граничен, в другом ограничен. Ты это не можешь, допустим, детям дать. Бог настолько чудно покрывает, и с ним так чудесно жить. Он говорит, я столько для вас приготовил. Мы понимаем, что на небесах не нужно воды, воздуха, пищи, питье. Мы иногда, в общем, на какие-то вещи, Господи, нам не хватает. И там на то-то, на то-то. И мне вот недавно пришло такое, говорит, Господь, посмотрите на себя. Вы каждый боретесь с лишним весом. Вот даже во времена Иисуса Христа лишний вес был только у людей, которые были очень-очень богатыми. А у вас даже как ты с лишним весом. У вас есть еда, у вас есть одежда, вам нужны еще шифонеры, чтобы покупать, чтобы складывать одежду. Вам не хватает вот этого, потому что у вас избыток каких-то вещей. И действительно, когда анализируешь, что у тебя есть, да, и сколько людей в этом мире живут в нищете, действительно, и сейчас они живут. А нам всегда чего-то не хватает. Знаете, там дом побольше, машину покруче, там еще чего-то. Вот у нас машина сломалась. У меня супруг. Надо другую, срочно машина. Там, я говорю, так, остановились, кишком уходим. Полезнее, полезнее кишком походить. Все у нас в порядке. Уже без машины, как без рук. Хотя тут вроде бы до остановки не так далеко. Ну, пройдись там, проесть. Полезней же будет. Вот сел на самокат, поехал. 67 лет гоняет на самокате. А вот. Молодежи, например, показывают. А так на машине, ну, ничего удивительного. Нет. Движение-то жизнь и лишний вес от чего у нас? От малоподвижного образа жизни. Там сладостей много едим, избыток в чем-то. Раньше лепешку в день сетали, и сейчас это мы были. Да, там уже каждый день ели люди там лепешка, масло, капки. У женщины не кончалось. Но каждый день лепешку делала. Вау, какая богатая женщина была. Тут стоит несколько видов масел. Горчичное, кунжутное. Там такое, такое. Муж у меня. Вот пропадает масло. Ешьте там. Какое оно там. Льняное. Я говорю, ешь его сам это масло. А у какого-то они бы рады были какому-то маслу в какие-то там времена. Или даже сейчас. А мы тут пропадает масло. А вот горчичное не пропадает. Уже мы купили баночку, никак его съесть не можем. Я говорю, так это консервант. Он не дает. И масло плохо держится. И Господь наш обеспечитель. Просто нам нужно благодарить и видеть его во всем. Не роптать, потому что, знаете, встречаются с богатыми-богатыми людьми. И они в роботе. Им что-то не хватает. Они там говорят, да надо вот это, вот это вот. И счастья нет. И ты говоришь, господи. По-моему, от того, что у тебя слишком много, ты осуетился. Тебе надо вот это отремонтировать. И там позаботиться. Там страховку заплатить. Там выездить, ездить оформить. Там еще. И вот эта суета от того, что у тебя много чего есть. И ты не наслаждаешься жизнью. И поэтому иногда смотришь на людей, у которых может быть много чего нету, как у другого. Он более счастлив. Он живет, наслаждаясь жизнью, чем тот, у кого есть. Поэтому у нас есть самое главное сокровище – это Иисус Христос. Аминь. Который заплатил за нас. Он говорит, вы живете по плоти, пить, есть, тепло, чтобы было. И все равно вас всем обеспечен, вы где-то несчастны. Вам чего-то всегда не хватает. А на небесах у нас не надо будет пить и есть. У нас тела будут другие. У нас все другое. Вы духовные прежде всего. То есть не ищите того, что в мире. Оно приложится. Наслаждайтесь Христом. И действительно, когда у тебя что-то сейчас якобы нет, ну ты видишь, как Бог черно прилагает. Даже взяла ребенка у меня. 15 лет мальчику. И я умывашки, косметику надечить. Я такого даже представить себе не могла, что у меня ребенок будет таким пользоваться. Хотя возможностей-то у меня нет. Но Бог обеспечил. Он расположил уже там и руководитель этого кафе уже дал шумлане подарить. И там все, все сделал. Насколько нужно наслаждаться ими. Потому что он, он наша любимая папочка. Он говорит, все у вас есть. Мы на самом деле ни в чем нуждаетесь. Если есть какие-то заморочки. Не для того, чтобы вы двигали себя в терпении. Вот у нас сейчас у сына, ну там выделили квоту. Вложат в институт имени Рогачева, в онкологию. Туда, чтобы попасть, выделили квоту. Да, ну простым людям не дают. Да, это что. Проблемы я тут с кровью у него. И госпитализация в августе месяце. И вы знаете, я говорю, сынок, у тебя удивительная кровь. У тебя кровь Христа. Аминь. Вот у тебя бежит особенная кровь. Кто бы что там ни говорил, кто бы чего ни навязывал. А в тебе кровь Христа, который исцеляет, пульсирует. Мы ничего не принимаем. Никаких там диагнозов, никаких немощей и так далее. Я говорю, это твое дело веры. Стоять и видеть себя полностью покрытым кровью Христа. И что по твоим живым течет особенная кровь. Не такая, как у всех. Врачи смотрят у тебя, вот здесь что-то не так, вот здесь. А это просто ты особенный. Это не потому, что у тебя там онкология кровь, да. А просто ты особенный. Тебе кровь Христа. Аминь. Поэтому страхи там, начитаешься о каких-то вещах, да. Мы ничего не принимаем. Потому что мы особенные. Нам нельзя, не надо плыть по течению так же, как я вместе с потоком машин поехала. Мне туда не надо. Мы идем своим путем. Да, мы попадем в эту больницу, побудем там. Но для того, чтобы молиться, для того, чтобы являть славу Богу. Для того, чтобы в мужестве идти. Не в заморочках и страхах, да. А именно в мужестве. И когда у меня сын 15 лет, он идет в мужестве. Он не смущается, он радуется. Он строит планы грандиозные. Хотя, то, что ему навязывают, ой, там, вот столько-то лет жить, или еще что-то. Он в долготой дне жизни будет насыщен. Он говорит, я бессмертный. Я не умираю, и все. Не тление, и точно. Не тление, и точка. А внешне все кажется, что вот, ты стоишь в этом. Именно в этой испытании, или, понимаете, ребенку 15 лет, он стал 15 лет в не тлении. Именно в этот момент на нем на парке. Что, а то тебе вообще-то жизни мало осталось. Ты вообще там в любой момент инсульты от парка можешь получить. А он стоит, а я нетленный. Мама, как стоять? Нет, вот нетленный. Говорю, кровь Креста по твоим жилам течет. Бессмертная кровь. Кровь воскрешения. Ты не можешь умереть. Она самая здоровая кровь у тебя, понимаешь, сынок? И точку. Да, и пошелся. Сынка, кричит. Ну что, мы, родители, войну в разуме проходим, все это отметаем. Сразу куча эмоций, куча прошлого опыта, когда ты особенно служишь людям, которым дети поколели какие-то вещи, которые негативные события и так далее. И я вспоминаю у нас, помните, кто-то, может быть, Влада была, у нее сын Ален, когда она там слушала, как все, кто был с ней в палатах, слушали врачей, выполняли то, что говорят врачи. И у нее сына была саркома кости бедренной. Она никому не слушала. Она подняла блогеров и так далее. Она увезла своего сына за границу. Там ему заблокировали кости пластинами металлическими, азотом заморозили эту кость. Ну, у него чуть-чуть там покорочена нога, мы молились, она выросла. Сейчас, ну, еще чуть-чуть оставлю. Вот. Но те дети, которые были с ней в палате, которые были в послушании врачей, одну ногу отрезали, вторую, и потом похоронили детей. То есть они единственные выжили. Представляете? Мать не смирялась, она шла, она не была в послушании. Для врачей это была, ну, как дельмо на глазу, ты там не слушаешь нас, там еще что-то, там химиотерапию. И химиотерапия одна первая не пошла, ибо они новую. Она говорит, не надо никакую химиотерапию мою ребенку. И они допускают. То есть водительство, особенно, да у нее своя судьба. Она не смотрела на других, и там не плакала, не левела. Она говорит, у меня нету возможности на это. Мне нужно действовать сейчас и здесь. Это ее путь был. У нас свой путь. То есть свои испытания, да, свои какие-то встречи, столкновения. Вот. Мы идем в веру вместе. Проходим церковь вместе в каких-то трудностях, вместе как мужаем, да, помогаем друг другу не ослабевать, поддерживаем друг другу, благодарны нас, молитвы всех, кто с нами. И я это открыто говорю, потому что многие проходят трудности. Это не значит, что какое-то проклятие на нашем роде, или там на сыне нашем, еще что-то. Слово Божие будет испытано. И у каждого испытания приходит жизнь. Но как мы в мужестве, в вере идем, в непоколебимость. Живем ли, умираем, умирать лучше в вере, правда, если даже такое случится, чем в неверии и в опустошении. Ну, а мы будем жить и будем возвещать ему на Господь. Аминь. Аминь. Все. Так 10 пожертвовать приношу. Все. Я засвидетельствовала, что не сотрудничаю, благодаря Богу. Поэтому, как это сбытка сердца, говорят, что, да, так и мы делимся тем, что имеем в церкви, в теле Христовом, то как, кому что на Бог, Бог вложит на сердце. Аминь. Аминь. Это то. Да. Когда ты неправильно понимаешь религиозно, как в 30-60 же 100 крат, я вам рассказывал о том, что я давал десятину вот такими вот пачками, по 200 тысяч ежемесячно. в церковь. И моя главная цель была, я вот сворачивал это дело, перевязывал, замазывал, чтобы пастор точно знал, что это я. Это я посеял. Мелкими купюрами на горшках. Ну, не мелкими. Это я посеял. Это, вы поймите, это не вся церковь, это я посеял. Ужас. Ужас. Я просто, даже в продолжение той проповеди, о которой говорил. Вот, как я воспитывался с детства, да, я видел все подряд. Как отец убивал жеребьенка там топором, бах-бах, он стоял, стоял, упал. И свиней там резали при мне, и быков, и этой крови, и драйки, и с ножами. Ужас. В каком состоянии я вот детства там. И петух меня клевал постоянно. Он у нас клевучий был. Идешь в туалет обязательно, он тебя догонит, и черепок. Ванька поставили, значит, посетить их там, следить за цыплятами, гусятами. А орел, гляди, да, крылья вот такие, а он был рядом с тобой. Ты меньше его раз в 10 штаны, наверное, накладывал, я уже не помню. Ужас. И меня еще и пороли за то, что я проглядел, и этих гусят там схватили. И что только в нашей жизни не происходило. Ужас. Вот такие программы в нашем подсознании заложены. И вот Матвей. Это человек, которого воспитывали няньками в любви. С самой беременностью. Все время в любви. Да, конечно, были проблемы там. Мама болела проспуды первые месяцы и так далее. Может, что-то, как-то, где-то. Сатана использовал эту ситуацию. Но факт тот, что его мышление, оно свободно от страха. И когда я, ну вот такой удар, бах, это же рак крови. У моего ребенка рак крови. Это удар. Поверьте, при всем моем стоянии, тренировках, сколько чудес я видел в жизни. Когда это касается твоего ребенка. Удар. За что? Почему? Я не задавал вопрос. Ну, в принципе. И понятно, вот ему надо. Да, мы молились, отстояли. Анализы были до этого ужасные. Анализы стали хорошими. И мы уже там хлопали в ладоши. Ну, а геватолог говорит. Нет. Нет. Вот у него именно это. И все. И поэтому нужно обследование, третье, пятое, десятое. Она подозревает железно, что это у него вот. Это дрянь. И я сижу и думаю. Ну, вот сейчас будут брать у него главный анализ. Это функция из бедра костного мозга. Я с врачом разговариваю. Я говорю, сильно это больно? Потому что кто-то нам педиатр сказал, что сильно больно. А она говорит, да нет. Не сильно больно. Не сильнее, чем толпная боль. Но. Настолько внешне это дело неприятно. Длинущая игла, какие-то приспособления и так далее. Что очень многие дети впадают в истерику. И потом приходится чуть ли не откачивать. Вот. Именно вот видимым образом страшные вещи когда-то у тебя. Все-то откалывает. И я сижу и думаю. Как ему сказать? Ну вот просто. Сынок, одень на глазик. Одень наушники. Включи музыку. Процедуру сделали. Все. Тебе скажут. Снимешь. И даже не заметишь. Я ему говорю. Он говорит. Папа. Мне когда ему эти виниры ставили. И так далее. Я один год хотел, чтобы там. Зубов лишних много было. Когда мне здесь вот все там раскравили. Кровь текла из всего рта. И прочее, прочее. Дикая боль постоянно. Ни один день. И ничем угомонить нельзя. Я спокойно держал. Чего думаешь, я эту процедуру что-то не одержал. Я даже не обращу на него внимания. И я вот слушаю и думаю. Насколько его мышление другое, чем мое. У него нет страха. Как дурак крови. А он вообще не думает об этом. Он думает о другом. У него девочка. Ему надо будет подготовиться к этому. Ему надо учиться. Ему надо осваивать новые знания. Ему надо планы. У него сейчас экзамены. Ему не дают. У него совершенно другое мышление. И это для меня большое свидетельство. У них другое мышление. Если они воспитаны в любви с детства. Если их не страшили. Если их не колотили. Если их не запугивали. Если их не наказывали постоянно. У них совершенно другое мышление. Они с детства росли в глубокой верующей семье. Они видели постоянно чудеса. Они жили в чудесах. Они постоянно живут в чудесах. Они совершенно по-другому мыслят. И когда ты успокаиваешься. Ты видишь. Что Бог их хранит. Мы постоянно живем в чудесах. И это великолепно. И я не знаю. Я уж молюсь. Я говорю. Господи. Допустил это до нас. Чтобы лишний раз мы посмотрели. Проверили свою веру. Как мы по-настоящему доверяем тебе. Или это все сказки. Ну что такое для родителя услышать такой диагноз. Это странно. И причем я ему даю. Он смотрит. Он сам глубоко изучает это. Говорит. Папа. Абсолютно все симптомы совпадают. То есть у него именно эти симптомы. И симптомы тяжелые. Ему тяжело. Ему больно. У него голова болит. У него слабость постоянно. Он чуть-чуть только ожил. Сразу бежит там. Боргинками. Еще что-то. Какие-то силовые упражнения. Что-то как развиваться. Он не увядает. Он, к слову сказать, я кучу врачей, неврологов подключил на Сбирздоровье. А они все у него самотоформные расстройства. Я говорю. Какое самотоформное расстройство? Он смеется над этим диагнозом. У него и 30% нет этого. А вы самотоформное расстройство. Он ничего не боится. Он не боится панических атак. Он нет у него этого. И у него вот самотоформное расстройство. Он смеется и говорит. Парк, да у меня даже 30% этих симптомов нет. Они собрали консилиум и поставили. У него самотоформное расстройство. Год тренировали. Год утверждали этот диагноз. А у него совершенно другое. Другие. И симптомов было куча. Я восхищен. Верой своего сына. И я верю, что он выстрелит. Он не допускает никаких вариантов. Он не размышляет о смерти. Он размышляет о нетлении и бессмертии. А она ведь не просто так мыслит. Какое-то нетление. Люди же убирают. Люди же не исцеляются. Стоп. Ну 200 лет назад никто даже и понятия не имел о том, что можно исцеляться. А потом возникла Азуза, стрит и море чудес. А потом еще куча. Уже при нашей жизни. Вы знаете, в Афлорине там сколько чудес было. Потрясающее количество. Разве что ты есть для Бога невозможное. Или он пошутил, что все возможно в верующем. Самое главное, нам надо менять мышление. Нам надо жить по водительству. Вот Наталья привела пример. Поехала через Луку. А было же побуждение. Наша логика, она постоянно будет по логике поступить. Вот Наталья, как вчера, по-моему, Маша прислала 8, по-моему, вариантов торта. А они там делали тортик. Учились. Ну и в том числе свой торт. И вот торт. Супруга говорит, вот угадай, какой торт сделала Маша. Первая мысль, как всегда, мы же умные, я же все понимаю. Логику. Она сильно любит котов. Она там балует, нянь говорит, там я не знаю кто. И там один тортик был с модой котом. Я говорю, вот это. Вот простое наше человеческое мышление, наша логика. Мама говорит, нет. Еще 7 вариантов. И тогда я знаю, как Давид делал. Я знаю, мне идти, я смогу победить. Когда ты включаешь уже. Божье мышление. Ум Христов. Господь, покажи какой. И я смотрю. По логике. Тот торт, который сделала Маша. Она не могла сделать. Это не ее стиль вроде бы. Но я чувствую. Именно это. И моя жена говорит, да. Именно это. Мы не можем правильно мыслить умом Христовым до тех пор, пока мы не поймем, что мы совершенны, что Бог не доделывает нас. Что он сделал нас совершенными. Пока мы не войдем в покой о том, что мы совершенные, мы не можем. Правильно выяснить. Будьте благословенны. И. 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 И.